Это означает, что вы пришли на вечерку в Кабмин. Найкращий вечер урок. Три основных, наверное, таких тезиса. Это то, что в Украине, в Киеве, в частности, в последнее время очень хорошо развивается культурная клубная музыка. И, к сожалению, у наших людей клубная музыка ассоциируется почему-то часто с наркотиками. И наши правоохранительные органы вместо того, чтобы бороться с наркобизнесом, борются с клубами. Не с ними борются. Мы сегодня решили музыку поделить на доза и поделиться с людьми. Потому что очень часто наши правоохранители, они мешают музыку, какие-то другие вещи, другие цели, как говорят, на святе с гречнем. Декілька недель назад в одном из клубов была так называемая облава. Люди пришли потанцировать, люди пришли на музический фестиваль. В самый распад этого фестиваля ввалились люди с автоматами. Всех поставили до стены, как они шукали наркотики в клубе. Во-первых, мы не хотим, чтобы были сломаны начатки клубного музыкального туризма, который в Киеве только начал развиваться. Во-вторых, следует проводить облавы на дилеров, на лаборатории по производству, а не на ночные клубы, где у пары человек могут быть запрещенные вещества. В многих краях Европы и Америки уже дозволено, например, сберегать певную дозу марихуаны, або с ликувальностью, або с метою приватного використрации. Час, как бы, дивитесь на світ таким, каким он не насправді, а не таким, як, здається, в уяве людей, які запинились в розвитку на рівні Брежнева або, можливо, Андропова. Мы меломаны, по-другому никак. Такими способами бороться с культурным властом, как музыка, невозможно. Запомните раз и навсегда.